На заседании Городской думы в отчете о работе с 2018 год глава администрации рассказала об основных показателях социально-экономического развития Сарова. Речь шла об исполнении бюджета, демографической ситуации, уровне жизни населения, развитии предпринимательства, вводе нового жилья и многом другом. После выступления Алексея Голубева пришла очередь депутатов задавать ему свои вопросы. В частности, Вячеслав Боровский интересовался, когда будет расширен перекресток около пенсионного фонда. Первое обращение в администрацию от депутата поступили еще в 2016 году. Тогда не было проектной документации. Написал в 2017 году ответ. Значит, проектную документацию получили, нужно пройти экспертизу. Написал в 2018 году. Владимир Николаевич Ельцов заверил, что все вопросы решены, будем делать. Однако опять что-то помешало. В итоге оказалось, что до 2019 года это была прерогатива управления капитального строительства, а сейчас вопросы введения департамента городского хозяйства. И главное, мне очень удивило написано, что департамент городского хозяйства направил запрос в управление капитального строительства, чтобы те предоставили проектную документацию. Такой у меня вопрос. Мы все-таки администрация в состоянии решить этот вопрос или нет? Если нет, так и скажите, что администрация не может решить этот вопрос. В этом году вся работа, по уверению главы администрации, должна быть сделана. Также народные избранники подняли вопрос о мотоциклистах, которые ездят ночью по городу и мешают жителям отдыхать. К тому же, быстрая езда представляет угрозу для жизни и здоровья самих ночных гонщиков. Мы встречаем на наших фонарных столбах венки. Тут проехал, там проехал. Ловить довольно сложно, потому что ездят быстро, без шлемов, особенно в ночное время, без номеров. Депутаты предложили изучить опыт Рыбинска, где в ночное время в городе движение мотоциклистов запрещено. Еще один вопрос касался создания фонда капитального ремонта в нашем городе. У нас ожидается приезд на следующую неделю представителей, руководителей фонда капитального ремонта. И мы с ними будем рассматривать разные варианты ускорения использования средств, которые накапливает город Саров в этом фонде, в интересах жителей, в интересах ремонта нашего фонда. Обсудили на заседании Думы контроль за внешним видом нашего города. Несколько лет назад в результате ДТП было разрушено крыльцо здания почты на улице Московской. До сих пор его никто не починил. Известно ли что-нибудь, когда Почта России будет восстанавливать это разрушенное полностью крыльцо? С Почтой России велась переписка и разговор о том, чтобы они перевели в порядок в течение этого года, как у них там это произошло, свое крыльцо. Они ссылались на недостаток финансирования. В итоге Почте был выписан штраф за ненадлежащее состояние здания. Работы должны выполнить в течение года. Более подробно об отчете главы администрации мы расскажем в ближайших выпусках новостей. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.